Приветствую вас, уважаемые мамы, папы, дедушки и бабушки. Мы с вами углубляемся в ситуацию, в изучение, так скажем, подробной крови и его составляющих у людей. И потихонечку приходим к состоянию крови у ребенка. И вот вопрос, который часто задают родители, которых постоянно подвергаются дискуссиям, мы с вами сегодня проговорим. Чтобы его понять, мы должны углубиться в образование эритроцитов. Как же они рождаются, как они появляются на свет. Рождение эритроцитов, называется такой термин эритропоэс, или рождение, образование эритроцитов. Прежде всего, это образование происходит в таких органах, как селезенка, печень и такая ткань, как красный костный нос, который располагается в костях, и он является основным, поэтому он называется красный, красный росток крови, является основным составляющим образования эритроцитов. И вот здесь необходимо понимать следующие моменты. Для роста или для образования эритроцитов требуется ряд факторов. Первый из них, важнейший фактор, это ионы железа. Вот почему, может быть, задать себе вопрос, какое отношение к тому, что было сказано до сих пор, имеют железо. Казалось бы, оно там никуда не засовывается. Но недостаток железа резко уменьшает возможность организма вырабатывать эритроциты. Поэтому здесь ситуация возникает вот какая. Железо на самом деле поступает в организм извне, с продуктами, и железо поступает в организм из тех эритроцитов, которые стареют и умирают. Вот они умирают, и железо, ну как металлолом, собирают из разрушенных, уничтоженных каких-то предметов, каких-то составляющих. Забирают железо и делают новое. Точно так же организм забирает железо из разрушенных, уничтоженных клеток и создает из них новые клетки, новые продукты. Но, и вот сейчас будьте внимательны, потому что то, что я вам сейчас буду говорить, поможет вам разобраться, почему очень часто препараты железа, которые вы даете для того, чтобы поднять эту ситуацию у ребенка, ничего не получается. А дело вот в чем. Дело все в том, что железо само по себе, давайте мы немножечко углубимся в химию. Так вот, формула железа, вернее его химическое объединение, ферру, оно может быть разным. Оно может быть ферру двухвалентной, вот эта валентность, да, я думаю, что в школе все учились хоть немножечко. И оно может быть трехвалентной. И вот здесь возникает очень интересная ситуация. Дело в том, что мы чаще всего употребляем железо вот это. А всасывается в кишечнике железо вот это. И процесс перехода этого железа, которое мы поедаем, в железо, которое всасывается, происходит в кишечнике благодаря микрофлоре. И очень часто происходит ситуация, когда микрофлора не в состоянии это железо перевести. И тогда вот это вот железо благополучно выводится из организма в том виде, в котором она и поступила. Она не может всосаться. И как бы вы ни старались, и как бы вы ни стремились насытить организм у ребенка железом, ничего не получится. Оно не всосется. И вот возникает ситуация, когда железа не хватает по каким-то причинам. Это заболевание называется анемия. И виды анемии есть разные. В данном случае та анемия, которая связана с недостатком железа, называется железом дефицитная анемия. Я говорил о том, что вещества нужны еще какие-то для рождения гемоглобина, для рождения эритроцитов и гемоглобина. Кроме всего прочего, нужен витамин В12 обязательно. И фолиевая кислота. Без этих витаминов эритроциты не родятся. Будет, так сказать, их выкидешь. Они рождаются в тех формах, которые незрелые, которые не могут переносить кислород. То есть не могут выполнять свою основную пункцию. Витамин В12 и фолиевой кислоты мы говорили с вами на цикле, посвященном витаминам. Я не буду повторяться. Но дело все в том, что прежде всего витамин В12 и фолиевая кислота, они в очень малом количестве вырабатываются организмом. Чаще всего они попадают в организм из пищи, из внешней среды. Кроме этих витаминов, в этих процессах образования эритроцитов участвует витамин В6. И немножечко помогают новорожденным эритроцитам укрепиться и вырасти во взрослые витамин Е или токоферол. Мы об этом тоже говорили. То есть в принципе группа витаминов, а именно В12, фолиевая кислота В6 и витамин Е, это группа витаминов, необходимых для полноценного функционирования эритроцитов, помимо железа. Кроме всего прочего, есть группа микроэлементов, которые помогают железу перейти из формы железа плюс 3 в железо плюс 2. Это такие микроэлементы, как медь, никель, кобальт и селен. Вот эти микроэлементы, они должны присутствовать в диете вашего ребенка. Поэтому по микроэлементам, может быть, если будет ваш спрос, если будет интерес, мы позже проведем семинар, где я расскажу, откуда они берутся, как они в организме функционируют и что нужно дополнительно давать, чтобы поддержать организм ребенка в этой ситуации. Поэтому пока мы об этом не говорим, это в зависимости от вашего интереса возникнет. И дальше мы с вами поговорим о том, как еще брать и как еще лечить ситуацию, связанную с нарушением железа. Я уже говорил об интересной народной методике, которая позволит вам, сейчас я и повторю ее, потому что возникают вопросы, хотя довольно много родителей попробовали и вот сообщают о очень хорошем эффекте применения вот этого народного средства лечения анемии, а именно введения непосредственно железа. Сейчас я объясню, почему это происходит. Речь идет вот о чем. То есть наша задача ввести в организм человека, в организм ребенка сразу двухвалентное железо, чтобы не было возможности вот процесса перерождения, поскольку идет чаще всего у больного ребенка, у ребенка с анемией, кишечная флора и так страдает. Она не может полноценно перевести железо плюс три в железо плюс два. Поэтому надо постараться ввести в организм ребенка сразу железо плюс два. Сразу говорю, что препаратов медикаментозных, содержащих двухвалентное железо, в природе не существует. Это невозможно по химическим составляющим. Нет таких препаратов, во всех препаратах, в препаратах железо трехвалентное. Что же делать? Есть способ, еще раз повторю, может быть кто-то не слышал, вот может быть кто-то посчитал, что ему это показалось. Очень просто. Двухвалентное железо, двухвалентное феррум плюс два, содержится в натуральном виде, в природе, в ржавчине. Поэтому мы должны получить и ввести ребенку вот эти элементы. Как это делается? Даю вам рецепт, проверенный рецепт народный. Но на самом деле в своей практике работа педиатром, в условиях работы на Крайнем Севере, где мне доводилось работать, я это широко применял, кстати, потом достаточно широко применял в условиях медицины Санкт-Петербурга. Тоже очень интересные результаты получаются, очень эффективный метод. Итак, вы берете ржавые гвозди, именно ржавые, где вы их достанете, но в современных условиях постарайтесь. Я думаю, это не самая большая проблема. Значит, вы их хорошо обрабатываете, моете, чтобы они были чистые. Можно даже кипятком облить, только не надо вытирать, снимать ржавчину. Дальше вы берете яблоко обычное, тоже его моете. Желательно, чтобы яблоко не было красным. Но это по-другому, потому что красные яблоки довольно часто вызывают, помимо всего прочего, сами по себе аллергическую реакцию. Поэтому обычное желтое или зеленое яблоко, натыкаете это яблоко, как ежик делаете из него, втыкаете туда гвозди и оставляете на ночь, ну, часов на 12, в темном помещении. Или накрываете чем-то, чтобы это было темно, без воздействия света. Через 12 часов вы вынимаете гвозди. Не надо кормить ребенка гвоздями, не в этом дело. И дальше вы это яблоко скармливаете ребенку. Оно такое же вкусное, вкусовые качества не поменялись, и вы увидите, что буквально через несколько дней гемоглобина ребенка резко повысится. Почему? Сейчас объясню. Когда я с этим столкнулся, я сам очень удивился, мне было интересно. И биохимики мне рассказали, почему это происходит. Все дело в том, что сочетание железа, которое есть в ржавчине, а это чистое железо на воздухе, вот оно, оно получается, давайте проставим химическую эволентность, оно получается плюс 2, казалось бы, да, почему? Вот именно вот это соединение, оно, окис железа, оно находится в ржавчине. И вот если оно, почему нужно яблоко? Потому что это окис железа, оно взаимодействует с яблочной кислотой. И яблочная кислота, органическое вещество, которое в большом количестве содержится в яблоках, даже сладких, оно дает в чистом виде двухвалентное железо, плюс соли яблочной кислоты. И вот это железо, находящееся в яблоке, в его мякоти, оно великолепно всасывается полностью, независимо от состояния кишечника ребенка. То есть вы получаете натуральное вещество, способное участвовать в процессе образования эритроцитов. Практически на сегодня это единственный рецепт, дающий возможность получить организму натуральное железо, которое именно ему необходимо. Поэтому отнеситесь к этому серьезно, это не какие-то мистические там бабушкины наговоры, это определенное биохимическое доказательство я вам привел. Если вас что-то смущает, попробуйте открыть интернет и посмотреть, как это будет. Значит, если у вас возникнут вопросы, если вам нужно будет продолжить семинары, уже касаемые белой крови и так далее, то, пожалуйста, обращайтесь и мы продолжим разговоры о крови, его составе. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и берегите себя.